С момента своего создания в 2007 году компания FIO всегда стремилась стать лучшим брендом в аудиофильной гонке. Доступные по всему миру продукты FIO известны своим превосходным соотношением цена-качество. Важным плюсом является его компактность. Достав из коробки M6 он оказался еще меньше, чем я ожидал. Конечно он не такой маленький как последний HIDIS, но он соответствует форм-фактору Hibi R3. Плеер сделан из алюминия и стекла и в руке он кажется очень легким. Несмотря на свою бюджетность, качество сборки вполне соответствует плеерам более высокого класса, ничего не люфтит и кнопки не болтаются. Передняя и задняя панели выполнены из стекла и соединены алюминиевым корпусом. С левой стороны плеера расположились элементы управления громкостью и плей-пауза. Сверху джек для наушников и кнопка выключения. Справа разъем для microSD карточки, снизу USB Type-C. И тут возникает пара вопросов. Первое это расположение кнопок громкости. Вам придется приноровиться регулировать громкость, так как кнопка увеличения ее расположена по центру, а не в самом верху. Если на всех гарнитурах и плееров, кнопка паузы это центральная кнопка, а у M6 почему-то она сверху. И у моего плеера разъем USB смещен от прорези в корпусе. Дискомфорта это никакого не вызывает. Просто стоит понимать, что это не идеальное устройство за 1000 долларов. Поэтому за такую цену можно и простить китайцам. Плеер комплектуется весьма скромным набором аксессуаров. В коробке вы найдете сам плеер, силиконовый защитный чехол, защитную пленку и кабель Type-C, что порадовало при такой невысокой цене. Экран у плеера всего 3,2 дюйма. По меркам современного смартфона это очень немного. Но не всем хочется носить с собой еще одно крупное 7-дюймовое устройство. За компактность однозначно плюс. Поэтому будет не лень прихватить с собой плеер, чтобы насладиться качественной музыкой. Яркости в плеере вполне достаточно, чтобы видеть всю информацию в солнечный день. Единственное, что хотелось бы изменить, это возможность увеличения размера шрифта, так как во время ходьбы приходится всматриваться в текст. Построен плеер на процессоре Sabre 9018, который представляет собой комбинированный ЦАП и усилитель в одном чипе. Поэтому плеер не обладает выдающейся мощностью. Так что нагружать его наушниками с сопротивлением выше 100 Ом не стоит. Зато плеер способен воспроизводить музыку весь световой день. Аккумулятор емкостью 1200 мА дает вам в районе 13 часов воспроизведения. А зарядить плеер от 2 А зарядки сможете за 2,5 часа. Программная часть плеера на модифицированном под воспроизведение аудио Android 7.0. Поэтому сдвинув верхний бар, владельцы Android увидят знакомый им интерфейс. В основном же меню вы можете найти сам программный проигрыватель, настройки, техподдержку, с меню обновления прошивки, диспетчер файлов, галереи и стриминг сервисы. Меню обновления плеера позволяет обновить прошивку автоматически по Wi-Fi. Или можно выбрать локально с карты памяти, если вы ранее скачали файл с сайта производителя. Несмотря на не самый старый Android, стоит понимать, что это плеер, а не телефон. Поэтому работать он будет более медленно, чем множество смартфонов. Учитывая его 768 МБ оперативной памяти, я, к примеру, просто отключил анимацию в настройках в режиме разработчика. И плеер стал бегать быстрее того же KNN3. Сам плеер Fio Music прост в использовании со всеми основными функциями. Такими как воспроизведение трека с того же места, воспроизведение по папкам, альбомам, воспроизведение музыки, хранящегося на вашем компьютере или телефоне. М6 использует двухрежимный Bluetooth 4.2 и поддерживает высокий спектр форматов с высоким разрешением, таких как aptX HD и LDAC для воспроизведения музыки на Bluetooth наушники или колонку. Также удобная функция – это управление медиатекой со смартфоном. Установив приложение Fio Music на телефон и соединив телефон и плеер по Bluetooth через Fio Link, можно полностью управлять медиаплеером, сидя в кресле или перемещаясь по квартире или офисе. Наличие Wi-Fi в плеере не только для обновления ПО. Как уже упоминал, можно воспроизведить музыку с компьютера или телефона, находящегося в одной сети. Не прошли мимо и владельцев Apple устройств. Плеер можно использовать как AirPlay приемник сигнала. Поэтому с легкостью можно стримить музыку без потерь качества на плеер с iPhone или любого другого Apple устройства. Также есть предустановленные стриминг сервисы, в числе которых Tidal. А скачав отдельный установочный файл, можно и Spotify установить. Как бы не было удобно беспроводное соединение, для получения максимального качества звука, плеер можно подключить к компьютеру по USB и использовать как ЦАП. А если у вас есть настольная система, то плеер можно подключить к внешнему ЦАПу по USB через OTG-переходник. У плеера встроенной памяти всего 2 ГБ, в которые вшили драйверы для подключения плеера как накопитель или ЦАП. Поэтому сразу стоит задуматься о приобретении еще и карты памяти для этого плеера. Слот microSD поддерживает карты до 2 ТБ. Уже сегодня вы можете использовать карту на 400 или 512 ГБ без каких-либо проблем. И сканирование музыки происходит довольно быстро по сравнению с предыдущими версиями плееров FIO. Для использования же плеера как ЦАП или накопитель, сразу подключить к компьютеру у вас его не получится. Владельцам Windows нужно будет сначала подключить плеер к компьютеру. В открывшемся накопителе плеера скопировать драйвер для трансфера файлов или подключения как ЦАП. Потом отключить плеер, установить требуемый драйвер и при повторном подключении вы можете выбирать, будет плеер в роли ЦАПа или накопителя. На компьютерах Apple вам придется использовать Android File Transfer. Он доступен напрямую с сайта FIO или от iRiver. Как и полагается плееру 2018 года, он поддерживает все современные форматы аудио и плейлистов, в том числе DSD-128 и файлы ISO. В первую очередь нас интересует звук плеера. И тут он не похож на большинство FIO. Он не такой как X3 второго поколения, слегка суховатый с пластиковым звуком. И не такой как M7 новый, немного мыльный и вялый. Тут он свой, четкий и нейтральный. Верха точные. Именно здесь я мог бы предпочесть M6 над M7. И даже M9 не так впечатлил по кристальности. АК4490 в M9 звучит немного мягче, но не так точно как в M6. Попробуйте послушать сами, особенно на классической музыке. Средние частоты. Если коротко, то гладкие. Во всяком случае, не настолько натуральные как в M9, но все равно превосходят M7. Поэтому если у вас разножанровая медиатека, то такой звук вам должен быть по вкусу. Нижний диапазон умеренный. Для такого крошечного плеера результат очень даже хорош. Не так мощно как на M9, поскольку усиление в M6 скромное. В целом, звук M6 можно охарактеризовать ближе к нейтральному. Конечно, у M6 есть конкуренты. Тот же Hibby R3. У него лучшая проработка по верхней середине и более масштабные на низких частотах. Но звучат оба плеера очень здорово. Советую вам ознакомиться с ними перед покупкой. Подводя итоги, если вы хотите получить качество звука лучше, чем на большинстве смартфонов, и при этом не разряжая ваш телефон носить с собой любимую медиатеку и готовы потратить не более 200 долларов, то Fio M6 это то устройство, которое подойдет лучше всех остальных. С момента своего создания в 2007 году компания Fio всегда стремилась... Субтитры создавал DimaTorzok